Дина, Нород, что ты делаешь в таком месте? Привет, Дина, ты знаешь, как вырастить лицо тирана? Что? Ого, мы заставили ее выйти из рули. Нород, выращивание тирана это очень серьезное преступление. Должно быть понятно, почему. Но мы можем воспользоваться этим тираном. Мы можем воспользоваться им, чтобы победить других тиранов раз и навсегда. Это именно то, что ренегаты, как, например, Атланта, думают. Они были укоротителями гильдии, как ты и я, которые стремились принести мир, используя этих монстров. Развращенные данной властью, они со временем сбились с пути. Теперь мы застряли здесь с полудюжиной психов-тиранов. Тебе нужно найти стихийную святыню, Нород. Погоди. Ты поможешь нам? Не хотелось бы верить в тебя. Но другие члены гильдии не будут заинтересованы в данной авантюре. Поэтому держи рот на замке. Вы когда-нибудь были выгнать в Игнитие? Если мне не изменяет память, там должно быть спрятано святилище. Игнитие – подземный вулканический город. Однако вход находится посреди пустыни. Это очень далеко отсюда. Если ты будешь продолжать двигаться на восток, то, вероятно, будешь в порядке. Потрясающе! Если мы найдем это святилище, сможем ли мы высидеть яйцо? Это немного сложно. Ты поймешь, что я имею в виду. Просто будь осторожнее, Нород. Если ты высидишь собственного тирана, у тебя бояется много врагов. Так что, пожалуйста, подумай об этом. Мне пора идти. Удачи вам в пустыне. Ну, идем, идем. Для начала мы идем. Отдадим. Коли мы купили вообще. Так, все, взяли эфир. Все правильно. Не поможем. Принять. Принять. О, спасибо за зелье, Норд. Надеюсь, я смогу положиться на тебя, когда они снова закончатся. Это вряд ли. Вылечил, хотя вроде нам надо или не надо было. Ладно, идем на восток. Так вот, теперь у нас здесь... У нас кто? Эта дорога идет к новой Игнити, которая находится посреди пустыни. Многие укротители идут туда, чтобы купить горнодобывающее оборудование. Как кирка, например. Ну, давай, сразимся. Осторожно, малыш. Призраки должны быть наименьшие из твоих проблем в подобном месте. Не веришь мне? Позволь мне показать тебе, что такое настоящая угроза. Ровно 46. С этим так не получится. ваш три раза принесите Ого-го, ты не настолько плох, Фнород, ты точно заслуживаешь этот значок гильдии. Но нужно быть осторожным, есть вещи, которые нужно избегать. Ты поймешь, что я имею в виду. Если пора, продолжишь вынюхивать, колок разума. Вниз нам не надо, хотя, наткнулась, не то, не то испугал. Так, а, вот здесь дарится. 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 Нород, Нород, посмотри, что я поймал, своего Нексамона. Ну же, покажи мне, как сражаться, будет очень весело. О как! А как же это приятно видеть, кого-то с их первым Нексамоном. Дарится. Давай разгромим его. Хо-хо-пи. Ну-ка. Невозможно. Как такое может быть? Вот отстой. Нексамона, отстой. Ненавижу все это. Прими же эту награду за все свои старания. Так, сон Альфреда. Квест успешно завершен. 300 монет, усилитель опыта, водяной Никса Трампа. Сейчас я собираюсь обратно в поместье Элиза. Уф, Нексамоны. Ладно, может быть нам не стоило так напрягаться. По крайней мере, мы получили несколько хороших вещичек. Нам нужно выполнить больше квестов. Так, усилитель у нас уже был один, по-моему. Да, у нас уже один был. Теперь мы получаем уже на 6% больше опыта. Все хорошо. Так, пойдем. Так. Дально, да. Бодоньки бросаются. Так, что этому надо? Я пытаюсь собрать полную команду только из призрачных Нексамонов. Самый простой способ запастись кучей призрачных Нексатрапов. Если у тебя есть парочку личных, я могу обменять их на другие стихийные Нексатрапы. Что скажешь? О, четыре. Четыре на один разных. Пускай будет так. Отлично, спасибо. Я теперь еще на один шаг ближе к команде призрачных Нексамонов моей мечты. Меня даже не волнует, что она не сбалансированная. Все дело в крутом факторе. Идем направо. Идем направо. Когда хочется сражаться. Надо вниз как-то спуститься, потом еще наверх. Через низ вроде можно подняться. Нашел призрачный осколок. Ядро иммунитета. Ядро иммунитета. Интересно. Помещает вероятность получения статусных эффектов на 5%. Но опять, конечно, маловато. Если третьего уровня будет, то можно надевать. Надевать. Наряжать. Можно вниз пройти. Эй, посмотри туда. Должно быть, это и есть путь в пустыню. Вход в выгнете должен быть где-то рядом. И если мы найдем святилище стихии, то из яйца тирана сможет вылупиться наш собственный тиран. А ты знаешь, что у гильдии есть большой форпост в пустыне? Нам нужно будет как-нибудь заглянуть туда. Так, пока уходим. Проверим, что там справа. Здесь квест. Жутко говорящие дерево подарило мне довольно неплохие предметы. Они полезны, но я боюсь, что они могут быть прокляты. Знаешь что? Я избавлюсь от них. И мне ничего не надо взамен. Обещаю. Да, какой-то четыре осколка. Это не соус, цельная ягода. И нету. Мы уже не оставляй меня с этим проклятым мусором. Проклятым. Так как он не спустится. Как нам попасть вниз? Видимо, потом. Попались. Закончился. Закончилась вынеслась. Ну ладно, этого мы добьем. Ну ладно, этого мы добьем. И мы остальными потом. Или все же, наверное, одну банку все-таки выпьем. Мы сможем делать лестницу. Нам какой-то навык или что-то добыть. Мы сможем такую же лестницу сделать и пройти спокойно. Так, здесь мы еще не были. На форпост. Ворот, да? Да. Кажется, я слышал о твоих приключениях. Раду тебя здесь видеть. Не торопись. Эх, в этом лагере не так уж много укротителей. Не могу сказать, что я виню их. Я бы тоже не хотел здесь находиться, но долг зовет. Нашел у них сатрапы. Так выглядит что-то у нас в предметах. 40 монет. Клещем. Да, я как раз использовал этот эфир. Там внизу находится консоль хранилища. Очень удобно быть украсителем гильдии. Ха! Призрачный осколок. Эфир. Никс сатрап. Еще что-то с левой есть. Илья. Это мое безопасное место. Подальше от всех этих жутких призраков. Я никогда не выйду из этой палатки. Тьфу. Если ты продолжишь идти на юг, то дойдешь до пустыни. Множество хороших осколков, но и много жителей лотерии. Лотерии. С этими ребятами будет сложно, если вы укротители гильдии. Но можно. Говорят, все высшие дрейки принадлежат одному человеку. Ее зовут Лидия. Я даже представить себе не могу, каково это обладать такой огромной силой. Здесь нам больше не пройти никуда вниз. Здесь мы тоже не пройдем. Только так. Можно с этой сразиться. Опыта взять. Ты пытаешься покинуть эти леса? Боюсь, я не могу тебе этого позволить. Я заключила сделку с говорящим деревом. Я должна держать здесь как можно больше укротителей. Да. Это легко. Ну, это легко. Вот, по словам. Что? Это сложно. Если не не получится, влечиться. Не сложнее, а дольше. Это тоже дольше. его зовут это как его зовут я назову его майнет пусть будет майнет 86 уровень 27 москва приобрел новый наук когда пользователь получает урон то с вероятностью 60 процентов он может перенаправить его противнику точность 100 процентов выносливость 20 скорость 30 крит ну в принципе хорошо вместо реконструкции поставим 20 выносливость избирает это плохо а нет не могу позволить тебе уйти говорящие деревне исполнить моих желаний если я не выполню свою часть часть сделки я ушел и сам тоже не подняться пока что ночью здесь походим наверх не подняться я работаю в исследовательском районе гильдии наш последнее изобретение ядра для которого нужно множество элементарных осколков сожалению самые лучшие осколки находятся в лотереи мне всегда хочется лотереи сказать хотя правильнее мне кажется лотереи название город и жители этого города не особо дружелюбные о укоротитель гильдии тогда я не стала бы проводить много времени в пустыне если позже жители лотереи увидят тебя они просто сойдут с ума не знаю что они за проблемы с гильдией так вот и пройти они как потому что там что-то мы сделаем на ту сторону перейти наше воскрешение ничего есть не хватает одного камушку пока идем вниз передо мной беспокойный ум что случилось малыш да действительно мы живем в умирающем мире но у тебя есть инструменты чтобы изменить это не так и их сам он и да они могут делать удивительные вещи верно пойдем я покажу тебе чудеса не ксамонов это он не все больше и больше хорошо тем что и опыт выдавать все больше и больше вот это по нам эффективно бить ну по нему обычного наноси кончились 24 хорошо как красиво я никогда не видел чтобы не сама на так идеально синхронизировался с их укротителем без суждено стать великим укротителем марта убедишься в этом если будешь двигаться дальше двигаемся дальше тупик так а здесь не к самому на пусты нормально таком принцип 16 уровень можно и взять попробуем поймать попросить жалко что он правда обычный он был психический тип было бы хорошо так и став их сочетают в себе мягкие стили борьбы с некоторыми добрыми старыми школами избиения они могут без проблем переходить с одного стиля на другой а также используют свой хост для нападения в 51 а так присоединяем команде вместо с этого наверно у нас тоже нормальный тип заменять как тут у нас ушел вместе с этим ядро было какой-то либо его выложил либо выбрал с собой это одно было ядро полок океана дальше идем природа поэтому нужна помощь это самое худшее эй ты в порядке тиран потравил меня офф мы можем что-нибудь помочь я вообще не могу даже пошевелиться тебе придется принести мне несколько тонн противоядий около пяти единиц противоядий должно сработать но они же вроде используются только для них с амона я знаю что делаю просто принеси все противоядия которые только сможешь офф посмотрим сможем ли мы помочь этому парню ноль правда я не знаю где находится ближайшее место где можно купить противоядия предельное противоядие украдитель очень болен мы должны принести ему противоядия этот парень хочет чтобы мы принесли пять единиц противоядия мы могли бы купить его в ближайшем магазине у нас так есть я вообще не могу даже пошевелиться так у нас есть может все по пять как раз закупали ого ты только посмотри на все эти противоядия молодец здесь отлично сработано эмм почему ты сейчас стоишь живой и невредимый ты же еще ничего из этого не пил хе-хе-хе вы и правда глупые я никогда и не был отравлен а теперь у меня куча бесплатных противоядий так долго глупыши он просто перепрыгнул уф я слышу что в этом месте полно преступников мы никак не сможем найти этого парня но может быть у кого-то здесь есть ключ к разгадке так вот олмин и есть понго попробуем его захватить как раз ослабили главное что по хп у нас так можно попробовать так и быть попробовать так и быть попробовать окненный гексатрап 60 процентов у нас 17 хп всего лишь поймали так понго понго обитают стадами на склонах крутых гор их огненная шерсть способна согревать их в холодных местах назад команде и вместо стингера но у него атака маленькая в принципе как у стингера с этим пока воевать не будем слишком много их будем за спинами проходить приветствую тебя укротитель гильдии остерегаться в этом районе полно мошенников конечно поскольку ты умный член нашей гордой гильдии ты никогда не попадешь на такие дешевые уловки нас уже обманули что ж в таком случае я ничем не могу вам помочь но я готова поспорить что он прячется в лотерии городе который находится в дальнем востоке отсюда и все же лотерия большой город так что тебе будет трудно его найти я и не буду у меня это что у меня это Продолжение следует...